Аллилуйя, дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Давайте окунемся в Слово Божье, потому что Словом Божьим был сотворен мир, как видимый, так и невидимый. Аллилуйя. Деяние 17, 26. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Друзья, Бог от одного человека, от Адама, произвел 7,5 миллиардов, да, сколько сейчас живут людей на земле, и плюс еще тех, которые уже умерли, и тех, которые еще родятся. Бог произвел всех людей. Для какой цели? Он, Бог, назначил время их обитанию. Когда, в каком веке ты родишься? И ты родился в этом веке, ты родился в этом народе, в этой культуре, у тебя именно эти родители. Бог все рассчитал, распланировал. Вот. Для какой цели ты родился, дорогой друг? 27 стих. Да. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Представьте, Бог стоит недалеко от нас и говорит, ищите Меня, и вы сможете Меня ощутить, вы сможете Меня пережить, вы сможете встретиться со Мною. Бог, ищите Меня, ищите Меня, потому что в этом есть смысл жизни человеческой. Поэтому, дорогой друг, если ты ничего не запомнишь, чтобы он в этом собрании, помни, тебе надо искать Бога. Бог – это не то, что лежит на поверхности. Что на поверхности обычно лежит? Мусор, бумажки, банки, бутылки. Бог, Он недалеко, но именно твой интерес, твое желание, с того момента, как ты услышал, что Бога можно найти. Вот представьте, если бы я сейчас проповедовал так. Да, конечно, вы можете искать Бога, вряд ли вы найдете. Вот ты, вряд ли ты найдешь Бога. Нет, судя по тебе, ты Бога никогда не найдешь. Ты, сестра, тоже Бога никогда не найдешь, судя по тебе. Нет, Бог вдохновляет каждого человека, и Он недалеко от нас. На каком расстоянии? Кто подскажет от нас Бог? Да, 30 сантиметров. На расстоянии молитвы, на расстоянии молитвы, грешник помолился к Иисусу, обратился, висящий на кресте. Иисус сказал, сегодня же будешь со мной в раю. И вы, когда придете в рай, вы увидите этого преступника, а он уже не преступник. Он такой добрый, он такой счастливый, он такой, знаете, хороший, потому что Иисус делает таких людьми. Аминь. Давайте мы сейчас перейдем к слову, к проповеди. Это ответ для тех людей, ну, что я здесь делаю на земле? Зачем меня родили? Зачем я живу? Что это за такое колесо, в котором я нахожусь? Чувствую себя белкой. Одно и то же каждый день. Я устал от этого всего, от суеты. А тебе нужно найти Бога. Ты просто не представляешь, что вся твоя жизнь, она заключается в том, чтобы ты нашел Бога. И когда ты его нашел, ты его полюбил. Вот и все. Вот он весь смысл жизни. И ты будешь самым счастливым человеком. Итак, тема проповеди будет называться «Вера, движимая любовью». Послание Галатам говорится. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. В Иисусе Христе важна вера. Но какая вера? Есть вера, которая может горы переставлять. 1 Коринфянам написано, 13, что если я имею веру так, что могу. Нет, знаете, как там написано? Если я имею всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я просто пустой звук. Я шум. Итак, для Бога самое главное – это вера. Без веры, Евреям 11,6 говорится, что Богу угодить невозможно. Невозможно с Ним взаимодействовать, потому что Бог не живет в физическом мире. Если бы Бог жил в физическом мире, нам не нужна была бы вера. Мы бы просто приходили бы, смотрели бы на Него и разговаривали бы с Ним, задавали бы Ему вопросы. Но Бог живет в духовном мире. И молитва отче наша, она рассказывает, где наш Бог живет. Отец наш, живущий где? На небесах. Небеса – это не чужое место для нас. По какой причине? Знаете, мы можем подумать так, Бог живет на небесах, а мы живем здесь на земле. Но знаете что? Если Бог является нашим Отцом, значит, Он родил нас не на земле, а на небесах. И небеса – это наш дом родной. Просто наш Дух родился на небесах, и Он стремится туда, и Он будет там. Всегда будет там. И поэтому, для того, чтобы взаимодействовать с Богом, которого я не вижу, мне нужна вера. Например, я могу с каждым из вас, не видя вас, договориться о чем-то, используя телефон. Я могу вам позвонить, сказать, давайте встретимся, давайте там сходим куда-нибудь, посидим, чай попьем. Не видя друг друга, используя веру, невидимые коммуникации. Вы же не можете видеть, как вы звоните, что происходит в этот момент. Но вы слышите, вам этого достаточно. И вы можете взаимодействовать с человеком. Так же и нам. Нам нужна вера для того, чтобы познавать Бога. Я вам скажу, не так-то это просто. Намного проще выучить математику. В математике все просто. Если ты понял просто логику, 2 плюс 2, 4, 4 плюс 4, 8 и так далее. И тебе все понятно, ты все понимаешь. А с Богом его надо впустить в свою жизнь, в свое сердце. Его надо пережить. И его надо искать, его надо понять, как с ним взаимодействовать. И если мы откроем для себя Бога, мы будем самыми счастливыми людьми. Но я вам скажу, что две категории на земле людей, которые самые счастливые и самые несчастные, это христиане. Самые счастливые это те, кто открыли для себя Бога. Они счастливы. Они вышли из Египта. Прошли свою пустыню. Вошли в обитованную землю. Живут в обитованной земле. Всю оставшуюся жизнь. Есть другая категория христиан. Они вышли из Египта. Они вышли из мира. Они уже не мирские. У них уже другой образ мышления. Но они не могут до конца открыть Бога. Потому что в пустыне самое главное, это был Бог. Я вам скажу, что в пустыню ввел народ израильский. Сам Бог ввел их туда. И только Он знал выход из пустыни. Сорок лет они не могли найти выхода из пустыни. Это говорит о том, что ты не готов выйти из пустыни. Ты еще не изменен сердцем. Когда ты будешь готов, ты выйдешь из пустыни и войдешь в обитованную землю. Также Иисус Христос, Духом Святым, был поведен в пустыню для искушения от дьявола. И если Бог туда тебя привел, только Он тебя знает, как вывезти оттуда. Ты будешь пытаться разными путями выйти оттуда. Из пустыни, где ты должен пройти процесс изменения. Но ты не сможешь. И тебе нужно признать, что тебе в этом нужен Бог. В принципе, это как бы и легко, и трудно. Просто признать, что ты никто без Бога. Что ты вообще ничего не можешь без Бога. Ты сегодня не мог встать с кровати без Бога. Ты скажешь, как это я не мог встать с кровати без Бога? Я вам скажу, что иногда такие откровения мы получаем, когда вдруг заболели. Мы понимаем, что нам даже не встать. А в обычные дни мы такие, да не, я и без Бога могу. Я и без Бога могу поехать куда-то и что-то сделать. Не, нам нужно осознать, что мы без Бога ничего не можем. И для Бога самое главное, это чтобы мы имели веру. Веру, веру, тогда Он может взаимодействовать. И вся эта 11 глава, послание евреям, говорится о вере, что верою они побеждали царство. Не имея оружия, они побеждали, используя только веру. Верую они воскрешали своих, женщины воскрешали мужей своих из мертвых. Верую они угошали силу огня, закрывали пасти львам и так далее. Верую Авраам, будучи неплоден, и Сара могли родить. Понимаете, все это верую, это не своими способностями. Когда говорится верую, это аннулирует твои способности. Вера аннулирует твои таланты, твою харизму, твою личность. Это не связано никаким образом. Вера это связь с Богом, только благодаря этому. Мы знаем, что Петр не пошел по воде, потому что он каким-то образом был связан с водой. Он же был рыбак, а если рыбак, значит, постоянно с водой связан. Ну и можно сделать такое заключение, ну и поэтому он пошел по воде. Он воду каждый день трогал, трогал, трогал. Ну и как бы логично, может дойти, знаете, додумать. Вот он и поэтому пошел по воде. И никак, никаким образом способности Петра не помогли ему пойти по воде. Ему помог пойти по воде сам Иисус Христос, потому что он имел веру. Петр имел веру и мог ходить по воде. Это говорится о том, что ты можешь делать сверхспособности. Вера всегда делает намного больше, чем твои естественные способности. У нас есть естественные способности. Мы можем делать очень много, отталкиваясь от наших талантов, от наших способностей. Но вера, она делает совершенно другие вещи, сверхъестественные. И для Бога самое главное, чтобы у нас была очень сильная вера, это доверие Ему. Мы поняли Его Слово, имели под ногами Его Слово и действовали. Но, непростая вера. Давайте углубимся и поймем, что Бог не просто заинтересован, чтобы в нашей жизни была вера, но чтобы эта вера была основана на любви к Нему. Марка 16.1. Здесь говорится, после того, как Иисуса Христа распяли, положили во гроб, и Иосиф, он ходил к Пилату, просил, богатый человек, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат ему разрешил, и тогда Иосиф положил тело Иисуса в новый гроб, в котором еще никто не был, это был для него высечен, это было новое отверстие в скале, и туда положил тело Иисуса и завалил большим камнем. Все. Пришли фарисеи к Пилату и говорят, мы слышали, что этот обманщик, представляете, на Иисуса, и говорят, мы слышали, что этот обманщик, он говорил, что в третий день воскресну, чтобы не было еще зло последнее хуже первого, надо охранять это место. А он им говорит, имейте охрану, идите берите и поставьте воинов. Еще, мало того, что еще камень был завален, знаете, опечатан, еще и охрана была, но это ничто не помогло. Иисус Христос, мы знаем, что воскрес из мертвых, камень вылетел, как пробка, улетел, очень тяжелый, но для Бога это не проблема. Иисус Христос воскрес, его могила была пустая, но женщины об этом не знали. И давайте мы прочитаем Марка 16, 1. По прошествии субботы, в этот день нельзя было ничего делать, Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца. Представьте, они сидели ждали до восхода солнца, они уже были проснувшиеся, они уже ждали этого момента, когда мы пойдем и помажем тело Иисуса нашего, нашего Господа. Третий стих говорит, «И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? Они же видели, они видели, как Иосиф снял тело Иисуса, положил во гроб, в скалу, да, в отверстие, завалил камнем, но они шли и помазать тело Иисуса. Их это не остановило, камень их не остановил. Они все равно взяли. То есть мы видим веру этих женщин, что они действовали, вера всегда проявляется в действии. Если человек говорит, я верю, ничего не делает, это мертвая вера. Это мертвая вера. Ему нужно ее привести в действие. И вот эти женщины, имея по традициям вот эти там разные вещества, вот, духи и так далее, масло, они шли помазать тело Иисуса, помазать мертвого Иисуса. У них в уме запечатлен был Иисус, который умер, очень мучился на кресте, умер, вот. И они его любили. И ими, вот они действовали по вере, да, рано утром шли, не важно, что камень, они все равно шли, мазать тело Иисуса, камень для них не преграда. Знаешь что? Когда ты захочешь искать Бога, ты встретишься с этим камнем. Ты встретишься с какой-то преградой, которая будет тебя и его разделять. Но продолжай двигаться, продолжай двигаться, искать его. И вот когда они шли и разговаривали между собою, они же женщины, какой камень они смогут отвалить? Никакой. Они задавали вопросы, но вопросы их не остановили. Вопросы будут всегда. Главное, ты двигаешься по вере. Главное, ты идешь дальше, потому что ты любишь Иисуса. И вы знаете, что? Четвертый стих говорит, «И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Весьма велик. Это очень большой. И они, конечно, встретились с пустой могилой и так далее. Мы знаем, что Иисус Христос воскрес, потом их встретил, Он им рассказал, и они были очень рады. Но я хочу обратить внимание на то, что их вера была движима любовью. Очень многие люди ходили за Иисусом. Очень многие ходили, потому что от Него получали всегда какие-то подарки и призы. Он их кормил, Он их исцелял. А что бы не походить за таким? Но эти женщины, они любили Иисуса. Им нужен был даже мертвый Иисус. Все в нашей христианской жизни осуществляется благодаря вере. Абсолютно все. Спасение. Ифесянам 2,8 говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть мы благодатью спасены через веру. Человек, представьте, получает свое спасение вечное благодаря вере. Ты не можешь по-другому. Ты не можешь купить его, ты не можешь заслужить его. Ты не можешь сделать сто добрых дел, чтобы тебе дали спасение. ты не можешь принести деньги и сказать, «Я хочу купить спасение». Тебе они не помогут. Тебе нужно поверить в то, что Бог тебя любит и умер за тебя на кресте, и Он все совершил. Тебе нужно через... У тебя нужно употребить веру и пригласить его в свое сердце, попросить прощения. Это все благодаря вере. Человек оправдан. Вы знаете, что каждый человек до того момента, пока не покается, у него он виновен. И если человек, например, он за всю жизнь, он много грешит, он каждый день грешит. И то, что он, например, скажет, «Господи, прости», это не считается. Покаяние – это не просто, «Господи, прости». «Господи, прости», он тут же пошел снова это сделал. «Господи, прости» не работает. Кто думал, что работает, я вам скажу, не работает. Иисуса надо принять. Понимаете? Он должен быть внутри вас. И духовный мир должен видеть внутри вас. Иисуса Христа. Вот что значит быть во Христе. Ты в нем, он тебя, ты обличен, как одежда в нем. Ты одет в него. И он внутри тебя, он снаружи тебя, он внутри тебя. Смотрите, как здесь сказано о римлянам 5.1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдавшись не делами закона, а верою, верою в то, что Иисус все совершил». Представьте, для того, чтобы получить оправдание, для того, чтобы с тебя снята была вся вина за все твои грехи, тебе нужно просто поверить в Иисуса, что Он на кресте заплатил за твои грехи. В этот момент, как ты только говоришь, я в это верю, Иисус, я это принимаю, и я тебя благодарю, ты становишься оправданным, чистым. Кровь Его смывает с тебя все грехи. Но, опять же, мы здесь делаем акцент на вере, что верою ты получаешь спасение, верою ты получаешь оправдание и еще. Мир с Богом. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. До того момента человек живет во вражде. Грех всегда это бунт против Бога. Это всегда война против Бога. Это не согласие с законами Божьими. А через веру мы имеем мир с Богом. Бог никогда нас не осудит, Бог нас не выгонит. Мы имеем мир благодаря вере. Иисус Своим ученикам говорил однажды, имейте веру Божью. Марка 11, 23. И дальше Он говорит, если кто скажет горе сей, поднимись и вертись в море и не усомниться, но поверишь, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Иисус сказал, если кто скажет, да, и поверит, гора, физическая гора оторвется от основания и улетит в море. Представьте, Иисус сказал, если у тебя есть вера, то ты можешь горы переставлять. Вера очень важна. Иисус говорил, что вам нужно иметь веру. Если у тебя есть сколько-нибудь веры, верь, все возможно верующему. Иисус говорил это. Дальше мы видим в Новом Завете, в Деяниях, мы видим, что Павел, видя веру этого Хромова, да, он сказал, и не, вставай во имя Иисуса Христа, и взял его, и укрепились его ноги. Видите, он увидел веру для получения исцеления. Он увидел, что у человека есть вера, он верит в то, что ему проповедуется. И вера, она творит чудеса. Я говорю, что это не наши способности, это не наши таланты, это сверхъестественные способности. И Бог хочет, чтобы каждый верующий в Иисуса обладал этой способностью, сверхъестественной. Так что ты можешь помолиться за кого-то, и кто-то может исцелиться. Ты можешь привести человека к Богу, ты можешь заступаться за какого-то человека, которого дьявол пытается унизить, обидеть, или вдавить его, придавить его проблемами. Ты можешь заступаться за него, имея веру. Но сейчас я хотел бы обратить на очень главное, скрытое такое, знаете, внутри человека. Самое главное, какой мотив у нашей веры. Мотив это самое главное. Лучше иметь маленькую веру, но иметь правильные мотивы, нежели иметь большую веру, великую веру, так что и горы переставлять, и мотив у тебя нечистый. Может быть, ты хочешь прославиться. Представь, у тебя мотив, ты хочешь прославиться, ты хочешь известности, и поэтому ты мечтаешь о большой вере. Вот на кого руку возложу, тот исцелится, даже если это мертвый, даже если человек без зубов придет, я помолюсь, зубы вырастут, все красивые, ровные, белые, и если там слепой был, глаза появятся такие красивые, сияющие, хромые будут скакать, знаешь, тебя везде будут о тебе говорить. Знаете, у человека он даже может сам не понимать, какие мотивы кроются внутри него, и поэтому в самом начале мы прочитали, что наша вера должна двигаться любовью, любовью к людям. Например, это хорошо взять, помолиться за инвалида, чтобы он был здоров. Так и должно быть. Так и должно быть. Так Иисус сделал. Он исправлял все. Дизайн, с которым он встречался, часто не соответствовал внутреннему его дизайну, который он имел от человеки. Поэтому он говорил, женщина, ты освобождаешься, ты исцеляешься, вы идите, покажитесь священнику. И они все исцелялись, у них происходили перемены. Но я скажу, что Иисус двигался, да, он использовал веру, но он двигался любовью. Его вера всегда, ее мотив веры Иисуса, это была любовь к людям. И даже больше, я скажу, не просто к людям, а к его отцу. вот почему в начале сказано, что есть первая заповедь, а потом вторая. И путать их нельзя, потому что произойдет дисбаланс. Возлюби Господа, а потом ближнего. Я ближнего не смогу любить, потому что у меня моих сил не хватает, чтобы любить такого ближнего, который вокруг меня. Поэтому мне нужно любить Бога, к Нему наполняться любовью. И тогда я смогу полюбить человека. Мотивы могут быть разные. Мотив великой веры могут быть абсолютно разные. Такие, например, как человеческие амбиции. Я хочу, я хочу достигнуть, я ставлю себе цель, я хочу, чтобы Бог двигался, я хочу. Почему ты этого хочешь? Задай вопрос. Это неплохо. Мы все хотим, чтобы Бог двигался, чтобы на каждом собрании людей просто помазанием ошпаривало, знаете, чтобы ты стоял весь в слезах, в присутствии Бога, чтобы ты также мог ощутить великую радость, чтобы ты переживал здесь небеса. У нас есть эти желания? Это настоящие, истинные, искренние желания. Но я хочу обратить внимание на каждого человека, кто хочет ходить в вере в большой и творить большие вещи. Всегда нужно обращать внимание на то, какой мотив. Ты можешь даже помолиться за человека, и он исцелится благодаря твоей вере, твоей сильной вере. Но это не означает, что ты был прав в этот момент, потому что мотив у тебя мог быть очень нечистый. Давайте вспомним, что в 8 главе Деяния написано, что Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал Христа. Но до этого, до этого, там был колдун, волф, скажем, Копперфилд или кто-нибудь из этих, может посильнее даже, написано, что он волхвовал, то есть не просто ловкость рук была какая-то там, знаете, все-таки о-о-о, покажи еще раз, а там было действительно волхвование, колдовство, связанное с демонами, он использовал духовную нечистую силу, и весь народ был такой в изумлении, о-о-о-о, там Симонс, такой был один человек, колдун. После этого приходит Филипп, его уровень силы намного сильнее, чем у колдуна, так что нечистые духи выходили и так далее, можно было слышать и видеть, какие Бог творил чудеса руками апостолов, то есть, что происходило там, это было настолько захватывающе, что написано, что очень многие из того города, они поверили во Христа и крестились, давайте проверять всегда свое сердце, потому что этим и нужно заниматься на земле, нужно смотреть всегда, каковы мотивы, почему я это делаю, почему я говорю, почему я так думаю, почему я это планирую, почему об этом молюсь, почему я так усердно у Бога прошу этого, у меня должен быть мотив, и вы знаете, что вы никогда не сможете увидеть это, вам должны показать кто-то, вам должен кто-то показать, вам должен кто-то рассказать, вам должны показать зеркало, вам должны сказать, Дух Святого может это сделать очень аккуратно, он не будет кричать, у тебя грязные мотивы, ооо, ты такой вообще с черным сердцем, нет, просто они будут всплывать, и ты будешь сам себя видеть, и думать, боже, неужели я хотел что-то для себя, неужели я хотел рвать для себя что-то, неужели я кусочек славы себе хотел присвоить, поймаете, Дух Святого так аккуратно может это все сделать, починить, исправить наше сердце, для того, чтобы в будущем не было катастрофы, а тем более на суде, Иисус сказал, многие скажут мне в тот день, они же сейчас живут, они же не тогда будут жить, они сейчас живут, они уже есть, но они не хотят работать со своим сердцем, они хотят помазания, они хотят славы Божьей, они хотят Духа Святого, но все, что они хотят, это ради их славы, ради их популярности, ради денег, поэтому каждому верующему, это не только мы про них говорим, мы же про нас говорим тоже, нам нужно обратить наше внимание на наше сердце, что ищет сердце, что оно преследует, что если Дух Святой тебе покажет, сразу останавливайся, сразу проси, чтобы кровь Иисуса омыла тебя, чтобы твои нечистые мотивы, они были остановлены, пресечены, как написано, что всякая мысль, восстающая против познания Иисуса Христа, ее надо пленять, то есть арестовывать и брать в плен, никакая мысль не может сбунтоваться против воли Божьей, они могут прийти изнутри, эти желания, эти мысли, ты даже можешь не знать об этом, но они могут просто иметь зачатие, как у Анании Сапфиры, как у этого Симона, который хотел дар Святого Духа за деньги купить. Да не будет с нами этого. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя. Дорогой